Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, как говорит, показывает Вападом. Сегодня речь пойдет о невероятных самолетах Андреаса Нюберга. Издательство «Пешком в историю», как всегда, предлагает качественную научпоп-литературу для самых маленьких. Ну, потому что эта книга подойдет даже для дошкольника. Хотя, большинство, наверное, названий он не запомнит, а большинство объяснений не поймет. Уж очень красочные картинки, и поэтому я и говорю, что адрес этой книги гораздо шире, чем младший школьный возраст. Посмотрите, сколько здесь информации. Это действительно маленькая энциклопедия самолетов. С энциклопедией ее роднит то, что здесь связаны вместе несколько исторических дисциплин. Это история авиатехники, это история техники в целом, это и авиамоделирование с неизбежностью, разумеется. Да, конечно, приготовьтесь после прочтения этой книги, как минимум начать клеить бумажные модели с самолетом. Это предупреждение, я повторяю всем тем, кто думает избежать, допустим, покупки телескопа после хорошей книги про астрономию для ребенка. Значит, в этой книге действительно очень много специальной технической информации. Но это и сведения не только по тому, как устроены эти самолеты, но и по исторической их миссии. Как они выполняли определенные задачи, связанные с авиацией, в определенную эпоху. Здесь речь идет не только о военных и гражданских задачах, а о самых разных технических задачах, для которых были предназначены эти решения. Кроме того, масса исторических сведений. Допустим, есть главка про Амалию Экхарт. Помните, я рассказывал о великолепной книге, посвященной ей, издательство Палеандрии. Очень романтичная история, хоть и печальная, и Амалию, конечно, мы будем помнить всегда. Да. Вот. Очень хорошо, что словарик, необходимый совершенно такой книге, в данной книге не завершает ее, а предваряет текст. Посмотрите, вот здесь вот небольшой словарик. То есть вы можете быстренько пробежаться по этим терминам, чтобы потом уже не отвлекаться на последние страницы книги. Или стать с ребенком дальше, как бы, ну, а если уж ребенок сам в младшем школьном возрасте прекрасно все это знает, и сам общается с этой книгой, тогда он, конечно, ну, я думаю, что ему не понадобится этот словарик. Он уже знает, что такое мертвая петля, фюзеляж, да, и так далее. Вот. Самолеты – это книга все-таки для маленьких читателей. Поэтому, если вы увидите врезку, почему самолет летает, да, то вы поймете, что это очень краткие сведения, да, ну, естественно, ребенок, скорее всего, уже знает о подъемной силе, уже знает прекрасно, зачем вращаются винты, как все это работает. Вот. Если же у нас дошкольный возраст, старший дошкольный, вот, допустим, у нас дома мама-инженер, да, ребенок, поэтому многие вещи знает еще и в среднем дошкольном возрасте. Значит, это обогащает словарный запас, не приводит к особому какому-то развитию, да, но, тем не менее, конечно же, впечатляет иногда взрослого, которым ребенок время от времени выдает, что называется. Вот после этой книги точно будет выдавать будущий маленький авиаконструктор, да, значит, потому что здесь есть очень много, хорошо, я бы сказал, подобранных, таких вот заманивающих фраз, да. Для детской книги это чрезвычайно важно, чтобы как-то не напрямую говорилось, вот, насколько это романтично, насколько это опасно, интересно, да. Это чаще всего приводит только к прыжкам с зонтиком вместо парашюта, да, значит, с крышей сарая. Ну, все помнят из советской повести этот эпизод. Ну, а на самом деле, конечно, здесь важно подчеркнуть, насколько нелегким, тернистым и извилистым был путь к современной авиатехнике. Вот, начиная с Блерио, вы хоть помните, что это такое-то, я не сразу вспомнил, что это название одной из первых моделей, вот, значит, начиная с Блерио, вот, вот, кстати, очень полезный разворот. Как им управлять, называется эта главка, и это то, что ставит в тупик практически любого ребенка, который первый раз в жизни садится за компьютерный авиастимулятор. Потому что авиастимулятор – это передача при помощи нажатий кнопок системы управления самолетом. Она сильно отличается от той, которая, ну, скажем так, представляется нам по опыту наблюдения за водителем автомобиля, да, или за управлением велосипедом. Потому что здесь очень важно понимать, какой поворот, какое движение управляющего рычага приводит к каким, значит, движениям оперения, да, приводит к каким движениям рулей, высоты руля направления, да, на крыльях и на хвосте самолета. Это важно представить себе объемно, да, стереографически. Ребенок очень развивает свой мозг, когда, как только он начинает представлять себе объемные процессы и явления, да, вот как это устроено в объеме. Это чрезвычайно важный навык для, ну, множества профессий. И, конечно, то, что есть разъясняющий разворот вот такой вот по этим вопросам, это очень важно. И помогает понять, как все-таки эта штука управляется, потому что это не так уж просто. В этой книге много, я бы сказал, необычного. Вот, допустим, вы помните, что в 1975 году продавался самолет «Сделай сам». Я не шучу, это реально так. Был самолет «Very easy», значит, который продавался в виде комплекта деталей для самостоятельной сборки. Вы могли дома просто взять и собрать себе самолет. Вот, здесь есть главка ему посвященная. Здесь есть великолепные совершенно разделы, посвященные военным самолетам и всему тому, что любят мальчишки, да, вот, и всей этой полетной романтики, да. Кстати, эти главы косвенным образом помогают понять, что такое, допустим, ну, вот то самое ремесло, которым занимался, помимо литературы Сент-Экзюпери. Потому что надо понимать, как это сложно, как это важно, как несовершенна была техника в его эпоху. И, собственно говоря, чем рисковали и почему погибали летчики, это тоже становится косвенным образом понятно, когда ты читаешь и понимаешь, как вот это все эволюционировало от одной модели к другому. Ну, заканчивается все современными самолетами, гигантами и разными интересными самолетами. Вот он, тот самый Рутан Верри Изи для самостоятельной сборки, да. И Сесна знаменитая, разумеется. Вот. Есть прекрасный совершенно разворот. Это авиакунцкамера, да. Те самые самолет-блинчик и Стипа Капрони. Я совершенно не знал этих названий, их, собственно говоря, вряд ли кто из них специалистов знает. Но, в любом случае, эрудицию ребенка они сильно расширяют. Допустим, идея помещения винта в фюзеляжную трубу, то есть внутри фюзеляжа, чтобы винт располагался, она оказалась неблазотворной. Но зато послужила вдохновением для создания реактивного двигателя. Именно так и выглядело, по большому счету, да. Здесь разные различные авиационные, не побоюсь слова, уродцы, которые, значит, выполнили свою функцию конструкторскую, творческую, значит, или сиюминутную, уже воплощенные в металле, да. Вот. И были бы забыты, если бы история техники не сохраняла подобные вещи. Вот если будете случайно в Праге, зайдите в музей техники. Там такой музей техники. Мы там три часа, наверное, гуляли, это потрясающе. Вот. Ну и любой ребенок, конечно, уписывается просто от восторга, когда он там побывает. Вот. Вот такой вот разворот. И тут же он плавно переходит в Нагзас, да. Форзас тоже очень насыщенная информация, я вам показывал. И здесь тоже, в Нагзасе, тоже огромное количество коротких описаний для современных моделей авиалайнеров. От сверхзвуковых самолетов до сверхлегких самолетов. От самолетов-амфибий до самолетов, летающих на беспилотной основе, да, и так далее. Это всевозможные современных изысков техники, да. Вот в чем прелесть этих книг? В том, что сам по себе самолет – это всего лишь еще одна машина. Нидерам, бортам авиационным даются не имена, а номера. То есть, они родились в эпоху массового производства. Это у нас корабли непотопляемые, верные, лучезарные, да, отважные, да, по именам, да. А вот самолеты уже борт-номер такой-то. Потому что эпоха массового производства, потому что просто изделие. Но, вы знаете, увидеть за этим изделием красоту технического решения, изящества, преодоления сил природы, с которым человек, человеческий гений, позволяет все это воплотить в металле, как говорят, да, значит, вот эта вот неповоротливая вещь, быстрее птицы, легче пухой, и потрясающе совершенно при этом выглядит. Это дорогого стоит. Если ребенок почувствует это в самом раннем возрасте, он обязательно, обязательно будет, во-первых, по достоинству ценить все эти блага цивилизации, которые так абстрактно совершенно мимо нас проходят. Хотя мы всеми пользуемся каждый день. Пусть даже не летая на самолетах каждый день, все равно. И, во-вторых, он будет понимать, как это сделано, и, может быть, выберет себе интересную, более творческую профессию. Это понижает риск выбора неверного жизненного призвания, да, что всегда, конечно, делает жизнь скучнее и неудачнее. Вот главное найти ту струнку души, которая вибрирует, которая отзывается ярче всего, да, сильнее всего. На какую-нибудь вещь. И найти дело, и сделать это в самом раннем возрасте. Тогда, ну, вот, поймайте, да, любимое дело – это одно из величайших наслаждений, да, и величайших благодоступных человеку. Читайте «Невероятные самолеты». Действительно, очень хорошая книжка. Андреаса Нюрбурга. Издательство «Пешком в историю». Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.